Всем привет! Компания Genio часто радует нас хорошими пылесосами, а вот мойщиков окон в линейке производителя всего три. Квадратный и очень солидный Genio Windy W250. Не менее солидный, но теперь уже круглый Windy W200 и еще один круглый, но куда более актуальный, Винди W150. Актуальный, потому что стоит всего 11 тысяч рублей. В наше кризисное время такой мойщик просто идеальный вариант. Особенно, если он еще и нормально моет стекло, но это нам только предстоит выяснить. Окно на кухне с нетерпением ждет тестов. Поэтому ставьте лайк и приступаем к обзору. В комплект поставки входит. Мойщик с установленными мопами и страховочным шнуром. Запасные кольца для тех, у кого железные руки. Четыре пары дополнительных мопов. Шнур с адаптером, шнур с вилкой, пульт управления с батарейками. Флакон с распылителем. Пригодится, чтобы смачивать салфетки. Инструкция на русском языке. Комплектация полная, дополнительно ничего покупать не нужно. Теперь поближе познакомимся с роботом. У него классический дизайн типа щетка для обуви. Продолговатый корпус с закругленными торцами. По бокам выемки для пальцев, а снизу мохнатые салфетки. Высота корпуса 95 мм, так что под прутьями решетки проедет спокойно. Вес средний – 1,5 кг. На лицевой панели находится кнопка включения, индикаторы заряда батареи и разъем для шнура питания. В проушине на торце закреплен страховочный шнур с карабином. Снизу прямо на всасывающей решетке устанавливаются мопы. Под салфеткой создается вакуумное разрежение, которое держит робота на стекле. А перемещение происходит за счет вращения салфеток. Стандартная конструкция для моделей круглого типа. Сбоку между мопами находятся датчики, по которым можно судить о состоянии робота, когда он убирает внешнюю сторону окна. Салфетка умеренной махнатости. Надевается на кольцо, стирать можно в машинке. С учетом ценника, винди W250 производит самое приятное впечатление. Пластик не премиальный, но и не дешманский. Кольца снимаются легко, все детальки подогнаны четко. Придраться не к чему, можно смело готовить мойщика к работе. Для этого соединяем две части шнура питания и вставляем в разъем штекер. Обратите внимание, что он фиксируется на гайку, чтобы избежать незапланированного разрыва во время работы. Осталось пристегнуть страховку к какому-нибудь прочному основанию и дождаться полной зарядки аккумулятора. После этого делаем пару пшиков моющего на салфетке и устанавливаем робота на стекло. Управлять мойщиком можно с помощью пульта. Кнопка справа внизу запускает и останавливает уборку, а кнопка стоп сбрасывает программу. Посередине джойстик для ручного управления. Здесь все стандартно, только учитывайте, что если робот снаружи, ваше с ним лево и право могут не совпадать. Кнопки вверху переключают режимы. Снизу вверх, справа налево и слева направо. Никаких наворотов, предельно просто и понятно. А теперь проверим самое главное, как робот моет стекло. Для этого у меня как раз имеется основательно загаженное окно на кухне. Специально не мыл его три месяца. Ждал, пока приедет Винди W150. Сперва я дал поработать мойщику на внутренней стороне окна. Результат вы навряд ли увидите, поскольку основное загрязнение снаружи. Могу заметить только то, что робот весьма основательно присасывается к стеклу. Поэтому есть надежда, что справится хорошо. На внешней стороне сначала сделаю сухую уборку, чтобы салфетки собрали пыль. Винди действует согласно выбранной программе. Проходит всю площадь стекла, пробелов не оставляет. Как видите, после сухой уборки окно стало заметно чище. Потеков после дождя не осталось вообще. Но для улучшения результата сделаем еще и влажную уборку. В общем-то ничего нового не происходит. Мойщик все так же основательно проходит участок за участком, устраняя следы влаги и небольшие пятна. Посмотрим итоговый результат. Можете сравнить, как выглядело стекло до уборки и как выглядит после. В целом окно выглядит чистым, но если приглядеться, можно заметить разводы. Учитывая, сколько грязи собрали салфетки, это неудивительно. Лично меня полученный результат вполне устраивает, но перфекционистам придется делать еще один проход с сухими салфетками. Углы традиционно остались недомытыми. Это проблема всех мощиков с круглыми салфетками. Заодно я проверил и уровень шума. Когда мощик работает снаружи, его можно не замечать. Шум не превышает 60 дБ, а вот внутри помещения придется слушать только робота до 84 дБ. Помимо окон, Винди W150 работает и с другими поверхностями. Отмывает от жира столешницу на кухне, приводит в порядок шкафы, которых никогда не касалась рука человека, делает четким изображением в зеркалах, натирает панели в ванной. С безрамными поверхностями Винди работает без проблем, а вот глубокие щели не переезжают. Имейте это в виду. На случай отключения электричества Винди W150 оборудован источником бесперебойного питания емкостью 500 мАч. Заряда батареи хватит, чтобы удержать робота на стекле в течение 20 минут. Этого вполне достаточно, чтобы снять его и перенести в безопасное место. Но даже если вы ушли в магазин и не успели вернуться вовремя, ничего страшного. Винди W150 красиво упадет и будет весело болтаться на страховочном шнуре, ожидая, пока вы его спасете. На этом по обзору все, осталось подвести итоги. Genio Windy W150 – образцовый мойщик бюджетного сегмента. Он укомплектован всем необходимым для долгой эксплуатации. Хорошо собран и неплохо справляется со своими обязанностями. С наружной стороны стекла нужно делать до трех проходов, а внутри, как правило, достаточно одного циклоуборки. Мобильное приложение у этой модели нет, но единственный минус его отсутствия в том, что робот не сможет присылать уведомления о завершении уборки, что не критично. Для своего класса у Genio Windy W150 отличный функционал. Конечно, есть мойщики и получше, но они стоят вдвое дороже. Пишите, что думаете о Genio Windy W150. Как вам такой помощник? Ну и, конечно же, поддержите видео лайком, а канал подпиской. Мне будет очень приятно. С вами был BestRobot. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok